Механизмы бюджетной поддержки регионов Федерального Центра. Причем они также должны носить стимулирующий характер, давать импульс к развитию субъектов. Кроме того, регионам необходимо иметь средства на выполнение возложенных на них функций. Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенство несоциальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния бюджетов регионов Российской Федерации и муниципалитетов. И, конечно, полномочия субъектов местного самоуправления должны быть подкреплены соответствующими финансовыми ресурсами, пояснил Владимир Путин. В целом же властям следует стимулировать регионы к развитию экономического потенциала, использованию конкурентных преимуществ, улучшению инвестиционного и делового климата. Глава государства коснулся и темы задолженности регионов, подчеркнув, что без решения вопроса со сглаживанием разницы в доходах разных субъектов, проблема их долгов тоже не может быть принципиально решена. Нинецкий округ получил высокую оценку по управлению региональными финансами. Оценку качества ежегодно проводит Минфин России по нескольким показателям. Оценка качества характеризует следующие аспекты управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации. Бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По итогам мониторинга оценки качества управления региональными финансами в 2015 году, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, Нинецкий округ признан субъектом Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами. Почтовые переводы можно будет делать через мобильный телефон. Об этом договорились национальные почтовые операторы на Всемирном почтовом конгрессе. Моментальный перевод в режиме онлайн обеспечит единая технологическая платформа для международных денежных переводов. У нее будет единый бренд – посттрансфер, для которого уже есть логотип и фирменный стиль, и единые стандарты. Операторам не надо будет договариваться друг с другом, они будут работать на основании многосторонних договоров – договоров присоединения. Можно сказать, что почтовики намерены стать конкурентами банков в вопросе перевода денег. Сейчас почтовые переводы можно отправлять только в почтовых отделениях. Если речь идет о переводе внутри государства, то это делается в рамках системы национального почтового оператора – деньги можно получать в любом отделении связи. С переводами в другую страну сложнее, если у национального почтового оператора нет договора с коллегой в другой стране, то почтовый перевод отправить туда практически невозможно. Почтовые операторы ведут эту деятельность на основе двухсторонних договоров, используя локальные технологические решения и собственные торговые марки и бренды, пояснили в Почте России. При этом скорость прохождения международных почтовых переводов может составлять несколько дней, но ситуация может скоро измениться. Росгеология завершила работы летнего полевого сезона на перспективных рудных узлах Карасиловской площади Пайхоя в Ненецком округе. Согласно государственному контракту, заключенному летом прошлого года, специалисты холдинга ведут здесь по поисковые работы на марганцевые руды. Завершить его реализацию геологи должны к концу 2017 года. Перед специалистами стоят задачи определить перспективность Карасиловской площади на выявление промышленных объектов оксидно-карбонатных марганцевых руд, локализовать участки для открытой отработки, оценить прогнозные ресурсы категории R2 и подготовить рекомендации по дальнейшей геологоразведке на территории. В результате поисковых геолого-геофизических работ, выполненных в третьем квартале 2016 года, в пределах Путьюзского, Южно-Силовая Хинского и Карского рудных узлов было зафиксировано большое количество объектов с оксидной и карбонатной марганцевой минерализацией. Сейчас выполняется камеральная обработка полученных по итогам сезона результатов, которая поможет определить планы по изучению объекта на 2017 год. В Наринмаре готовят к открытию еще две дороги. Речь идет о строительстве автодорог улица Полярная, улица Рыбников и улица Рыбников – центральные очистные сооружения. Ввод в слотацию этих участков позволит значительно разгрузить городские дороги. Строительные работы выполняет Наринмар Доримстрой. Помимо укладки двух слоев асфальта, специалисты окружного предприятия провели озеленение, выполнили устройства тротуаров и съездов, а также монтаж опор освещения. Как отметил заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Алексей Ипатов, в летние и осенние периоды в округе выполнен большой объем работ по строительству и ремонту дорог. В частности, проведен ремонт на автодороге Наринмар-Искателей от района Месокомбината до конечной поселки Искателей, а также по улице Вучийского от Катанзейского и до Ленина, а также улицы Ленина от Вучийского и до Пионерской. Кроме того, введен в эксплуатацию участок дороги в новом микрорайоне по улице Авиаторов и участок строящейся дороги на Тельвицку. В ближайшее время специалисты Наринмар-Дориемстроя намерены завершить действующие контракты по строительству улично-дорожной сети микрорайона Факел в поселке Искателей. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО продолжает подготовку к проведению заседания Сельскохозяйственного совета при губернаторе НАО, который пройдет на января-14 октября. На заседании в первую очередь планируется обсудить перспективы развития агропромышленного комплекса региона с учетом предоставляемых субсидий. Он напомнил, что с 2014 года основной задачей государственной поддержки сельского хозяйства является обновление основных фондов предприятия. Вольневодческой отрасли это строительство новых высокотехнологичных убойных пунктов. Отдельно будет рассмотрен вопрос о закупочных ценах мясопродукты на животноводческую продукцию в период предстоящей убойной кампании. На заседании также будут озвучены прогнозные объемы заготовки оленины. Также в ходе сельскохозяйственного совета планируется внести изменения в его состав и выслушать вопросы и предложения, поступившие от сельскохозяйственных организаций региона. На сегодняшний день в состав сельскохозяйственного совета входят руководители органов исполнительной власти субъекта, хозяйств молочного и оленевоческого направлений, перерабатывающих предприятия округа, а также представители общественных организаций. Фирма для привязного содержания скота в Коткино и молочно-товарная фирма в поселке Красное. В регионе появится сразу два сельскохозяйственных объекта, которые позволят увеличить объемы производства молока и, как следствие, заполнить внутренний рынок продукции собственного производства. Об этом речь шла на экспертном совете по импортозамещению. Оба объекта финансируются за счет собственных средств. Фирма для беспривязного содержания скота СПК Сула в Коткино будет построена в октябре следующего года. Общая сметная стоимость проекта – 270 миллионов рублей. В настоящее время на объекте уже сделан фундамент, поставлены металлоконструкции и стены. По словам Олега Белака, строительство фирмы в Коткино позитивно скажется на продовольственном рынке. Увеличатся объемы производства молока и мяса, расширится ассортимент продукции. Второй объект капитального строительства – это молочно-товарная фирма на 100 голов СПК Харп, поселок Красное. Здесь сумма инвестиций на порядок меньше – 30 миллионов рублей. Срок реализации проекта до конца текущего года. Строительство новых агропромышленных объектов позволит хозяйствам также сократить затраты на производство молочной продукции. Существенно снизить затраты планирует и Наринморский авиаотряд. По словам Валерия Стопчука, экономия произойдет за счет более дешевого топлива, на котором летают новые самолеты ТВС-2МС. Один из них уже совершил первый коммерческий рейс. При одинаковом САН-2 расходе топлива, керосин, которым заправляют ТВС-2МС, стоит в три раза дешевле импортного авиационного бензина. Каждый час с полета на новых воздушных судах происходит с экономией порядка в 12 тысяч рублей. По словам Валерия Стопчука, летает ТВС-2МС быстрее, чем Аннушки, а также в новых самолетах значительно теплее. На территории Пёрского сельсовета началась реконструкция межпоселковой линии электропередач напряжением 10 кВт. ЛЭП протяженностью 47 км соединяет село Нижняя Пёша и деревня Волоковая. Общий объем инвестиций составляет, согласно заключенному контракту, 147 миллионов рублей. Работа финансируется за счет бюджета Заполярного района в рамках муниципальной программы по энергоэффективности и развитию энергетики. В рамках программы на реализацию проекта в этом году выделено 40 миллионов рублей. Стальные средства планируются в 2017-18 годах. В ходе работ по реконструкции ЛЭП планируется смонтировать новые опоры линий электропередач, заменить старый провод на самонесущий изолированный, выполнить реконструкции двух переходов через реку Пёша, приложить новые кабельные длиной чуть более километра и воздушные линии, протяженность которых составит 40 км. Также специалисты заменят комплектные трансформаторные подстанции на более мощные и установят новые разделительные пункты. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года. Техническое перевооружение ЛЭП повысит надежность энергосбережения потребителей Нижней Пёши и Волоковой и решит проблему дефицита мощностей. Электронный аукцион на выполнение реконструкции состоялся летом. Победителем признана компания Оренбург Инвестпроект.